Серьезная авария на улице Калинина. В ДТП тяжело пострадали 7 человек и 2 автомобиля. Автомобиль Toyota Pro Box, одной из таксомоторных компаний города, движется по улице Калинина в сторону Золотого моста. В салоне помимо водителя четверо молодых людей. Такси уже выходит напрямую, ведущую к выезду на мост, как в машину в буквальном смысле вылетает не весть откуда взявшийся седан Toyota Mark II. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из участников этого страшного события не успел среагировать на произошедшее. Эта машина въехала навстречу как-то. Мы собирались в город, ехали обычно. Машина у нас срезалась. Вы на такси были? Да. А как она попала навстречу? Мы не поняли, как она попала вообще. Мы даже не успели среагировать. Как все чувствуете? Ребро болит. Сам невольный виновник аварии водитель Марка был странно безучастен. На все вопросы звучал один ответ. Сам не знаю, как получилось. По этой причине картину из салона летающего Марка пришлось рисовать пассажирам. Мы ехали оттуда прямо. На нас выехало черное такси. И мы, чтобы в него не врезаться, начали уходить на другую полосу. И в левую руль повернули, и нас начало заносить. И мы перелетели оттуда. Понятно. Скорость? 60. И так, перелетели? Да. Потому что там сзади была машина, а он так резко руль лупанул, и нас начало вертеть. Еще до приезда скорой было ясно, что пострадали почти все участники аварии. Во всяком случае, 6 человек из 9 жаловались на боли. Однако, прибывшие медики занялись тем, кто пострадал сильнее других – водителям пробокс. Оказать ему первую помощь было нелегким делом. Обе передние двери универсала от удара заклинило. Врачи были вынуждены демонстрировать чудеса гибкости, чтобы проникнуть в деформированный салон. Сначала, чтобы наложить шину на сломанную ногу, а затем, чтобы безболезненно освободить мужчину из покореженной машины. Медленно и аккуратно с помощью добровольных помощников это удалось сделать. Мужчину переправляют в салон передвижной амбулатории, где уже находятся двое пострадавших. Ущерб их здоровью минимальный. Только ушибы различных частей тела. Всего за помощью обратилось семь человек. Для того, чтобы забрать всех пострадавших, потребовалась еще одна машина скорой помощи. Что касается самих аварийных авто, им помощь уже не требуется. Машины разрушены до основания. Весьма сомнительно, что владельцы будут их восстанавливать. Тем более, что вопрос со страховой до конца не ясен. По страховым сейчас уточняются документы, так как водитель такси находится в шоковом состоянии. Не может сейчас ничего ответить. Говорит, что сам не понимает, как авария произошла. Если по лесу будут найдены, все выплаты будут производиться через страховую компанию виновника. Несмотря на поздний час, аварийные авто представляли собой серьезные препятствия. Из-за них образовалась пробка в обе стороны. Идущим от золотого моста ничего не мешало, но вид разрушенных машин заставлял притормаживать водителей. Одних, чтобы поснимать на телефон жутковатую картину, других исключительно из соображений безопасности.